Добрый день, друзья! Вы знаете, сегодня у нас новый опыт. Анна и Евгений у нас в гостях. Люди, которым интересно узнать, в чем преимущество приготовления в Цептор. Я правильно понимаю, Анна? Да, и даже больше. Ну вот, расскажите, пожалуйста, знаете ли вы о нашей компании и что было бы интересно вам? Давайте начнем с предыстории, чтобы вообще было понятно, как мы к вам попали. Значит, мы в данный момент работаем над очень обширной, широкой системой лояльности для наших клиентов, а мы агентство недвижимости, да, и хотим устроить нашим клиентам такое постпродажное обслуживание. И система лояльности – это система таких обширных дисконтов, которые так или иначе связаны с обустройством дома. Большинство наших клиентов – это покупатели новостроек, а в новостройке, как известно, нужно все и сразу. Вот, поэтому, так как мы уже с этой программы идем из уст в уста, нам порекомендовали компанию Цептор как самую крутую вообще в инновациях именно в области посуды, приготовления и обустройства кухни. Вот, поэтому мы здесь, чтобы узнать, как говорится, из первых уст, то, что мы будем рекомендовать нашим клиентам. И то, я надеюсь, сейчас нам Изольда расскажет, какой дисконт компания Цептор готова дать нашим клиентам. Вот, и мы будем, как говорится, кричать на каждом углу об этом. Ура! Я очень рада, что наши цели совпадают, потому что на самом деле лояльный клиент – это то, к чему всегда стремилась компания Цептор. И более 35 лет мы так работаем из уста в уста. Да, и наш бренд, да, это в самом деле бренд, который очень дорожит своим именем, да. Мы всегда используем самые высокие технологии, самые передовые, зачастую клинические исследования, которые подтверждают все то, что мы говорим. К сожалению, сегодня очень многие обещают, но не все выполняют. В Цепторе есть такой девиз, что Цептор всегда дает больше. И я в этом абсолютно уверена, потому что, когда, допустим, мы говорим о наших кастрюлях, что мы говорим? Мы говорим о том, что вы будете здоровее. Вот каждый день, просто питаясь, готовив посуде Цептор, вы станете здоровее. Но на самом деле люди, которые пользуются посудой Цептор, они становятся и гораздо, они экономят гораздо больше времени. То есть они становятся более свободными, в том числе и в передвижениях, да, и в выборе. А мы экономим, благодаря посуде, огромное количество денег, да. Денег всегда много не бывает, правда? Вот вы представьте, даже если мы возьмем там, не будем рассматривать точно, сколько там на масле, сколько там на мясе и так далее. А вот в целом, если взять ежемесячную продуктовую корзину, готовя в Цепторе, вы сэкономите до 20%. Вот просто представьте, это каждый месяц, да. То есть Цептор – это прекрасная инвестиция не просто в здоровье, но и в благосостояние, ну и не побоюсь этого слова, в счастье семьи. Потому что, наверное, хозяйка меньше времени будет затрачивать на кухне, больше времени уделять своим родным, близким, любимым людям. И поэтому то, что касается Цептор, друзья, знаете, сегодня мы, такой мир достаточно динамичный, мы постоянно заняты, мы много работаем, мы мало спим, правда? А Цептор дает возможность нам в рамках нашего такого сумасшедшего бытия все-таки сохранить свою энергию, молодость, здоровье и красоту, ну, я считаю, более такими, знаете, простыми, что ли, способами. Поэтому я в Цептор работаю с 97-го года, когда-то, да, Анна, вы вообще уже были тогда? Конечно. Беряки на ваше юное лицо, я могу предположить, что вы еще не родились. Уже, да, да. Уже родились. Да, уже в школу ходили. Ну, супер, тогда вы помните 90-е годы, ну, может быть, хотя бы, рассказывал родителей, да? То есть Цептор пришел в Россию тогда, когда люди вообще не думали о качестве, ведь была проблема дефицита страшного. Но уже в то время Цептор начал об этом говорить. И вот сегодня, в прошлом году мы отмечали 30-летие работы и компании Цептор в России. И, вы знаете, я всегда говорю о том, что Цептор сегодня гораздо более нужен людям, чем когда-то. Потому что, если раньше, ну, скажем так, небольшая категория людей заботилась о том, как продлить свое здоровье и молодость, то сегодня каждый хочет вести здоровый образ жизни, правда? И при этом достаточно много таких, ну, в кавычках, экспертов, которые, к сожалению, рекомендуют этим людям то, что зачастую имеет достаточно негативные последствия, понимаете? Ну, например, как специалист по питанию, могу сразу сказать, что здоровая пища, здоровая пища, приготовленная где-то в общепите, или, например, здоровая пища, которую рекламируют, приготовленная дома, например, в духовке, сегодня ведь многие рекомендуют в духовке, к сожалению, это все-таки дорога к онкологическим заболеваниям. К сожалению. Почему? Да. В духовке. В духовке. Почитайте, исследований очень много, друзья, хочу, чтобы вы просто начали об этом думать, да? Ну, в общем-то, это все в свободном доступе, можно открыть, знаете, источники, почитать, да? На самом деле, знаете, пунктуальные немцы это посчитали, что пища, приготовленная при температуре более 100 градусов, там уже до 11 видов канцерогенов образуется. Почитайте, чем это опасно, да? Ну, например, сегодня все стремятся приготовить быстро и вроде как на пару, да, мультиварки, скороварки, но при этом посуда, изготовленная из материала низкого качества, это, к сожалению, тоже не очень хорошо. Ну, сами подумайте, да, как правило, посуда из материала низкого качества, она вступает в реакцию с продуктами. Ведь верно? Ведь там горячо, кислая среда. В результате вы получаете продукт уже вот этой химической реакцией, к сожалению. Понимаете? Понимаем. Мы не думали, что до такой степени мы давно отказались от микроволновок, вот, и разогрева пищи в пластиковой посуде, потому что это, наверное, сегодня наибольший урон, да, что приносит? Да, но об этом Цептер говорил еще 30 лет назад. А мир двигается вперед, и все новые, новые, вот знаете, угрозы. Потому что, на самом деле, если, например, ну, грубо говоря, там наши, там, прадедушки, да, доживали до 40 лет хорошо, то сегодня, ну, мне 65 лет, и я думаю, что я еще долго буду жить. Понимаете? И хочется сохранить ведь эту активность, правда ли? Мы же не хотим просто непонятно как на жить. Встретимся еще раз через 35 лет. А то, конечно. А то, конечно. Нашу, как говорится. Да. Поэтому мы хотим жить долго, мы работаем много. Просто моя мама в моем возрасте уже была глубокая пенсионерка, правильная? Ну, вот, пожалуйста, казалось бы, не так давно. А вы юность только вот. Ну, вы очень хорошо любите. Да, спасибо. Но на самом деле, знаете, американские георитологи посчитали, что, ну, там, есть пики, да, в развитии человека. Вот следующий пик, до которого я еще не нашла, еще юная совсем, это 70 лет. Поэтому у меня еще в периодах как минимум 5 лет для того, чтобы достичь вот этого пика. И, в принципе, здоровое питание, это очень просто. То есть, нужна посуда, которая изготовлена из очень качественного материала. То есть, вот это самое главное, да. Вот почему наша посуда, посмотрите, пожалуйста, наша посуда, она изготовлена из металла, да. Это металл высокого качества. Из такого материала не изготавливают кухонную посуду, ну, просто потому, что это дорого. Какими свойствами обладает посуда? Ну, во-первых, она не пористая, да. За счет этого, ну, она будет вот так выглядеть. Это рабочая наша посуда, которой мы пользуемся, ну, не знаю, лет 15 уже на дочь, да. Вот она у нас на кухне постоянно в ходу, да. Она не боится металлических аксессуаров, и она не вступает в реакцию. Из этого материала, ну, например, изготавливают импланты, спицы в организм человека, когда это нужно. Медицинский. Медицинский. Медицинский, да. Это медицинская сталь, если так ее назвать, да. Но вообще используется точечно, ну, например, в швейцарских часах, да, в деталях яхт, там, где требуют особые требования к истиранию металла. То есть за счет того, что она не пористая, эта сталь, да, ну, вот этот сплав, соответственно, это очень прочная сталь, да, ну, например, на нашу посуду по жизненной гарантии. То есть у меня есть кастрюля, которая больше 30 лет, понимаете? Аня Малышевская. Да. Которая сказала, да, 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 да. Она говорит, вам нужны к изолди. Она сказала, она сказала, говорит, моя посуда цепторовская, я своим внучкам ее завещаю. Верно. Это верно. И при этом вместе с посудой она своим внучкам передаст культуру отношения к своему здоровью. И ее внучки, точно так же, как моя, не будут есть нехорошую пищу, понимаете? И они не будут бороться с лишним весом, да, например, с какими-то непонятными, там, высыпаниями на кожу и так далее. Поэтому самое главное, это металл. Обратите всегда внимание на посуду. Ну, вы говорили про микроволновки. Тефлон до сих пор люди используют. Про тефлон тоже очень много говорится. Любое антипригарное покрытие, это разовая посуда, к сожалению, понимаете? Но никто же не выбрасывает тепловую посуду сразу, правильно? Поэтому можно использовать посуду, да, с пожизненной гарантией, с ней ничего не делается. Огромное количество, это запатентованные детали даже. У нас даже крышка запатентована, ручки запатентованы, которые не нагреваются, термоаккумулирующее дно. То есть все... Ну, и можно я тоже, конечно, ремарху. Можно. Это же ваш вклад в экологию. Конечно. То есть если не утилизируется и не выходит из эксплуатации, это же значит, один раз купил, и ты не наносишь вред. Евгений, вот честное слово, у меня прям мурашки от того, что вы говорите про экологию, про то, что люди сегодня, ну, к сожалению, абсолютно не думают. То, что касается Цептор, это экологичные продукты, продукты длительного использования, да, то есть у нас огромное количество исследований, ну и не только у нас, вот по пластику, которые, к сожалению, люди используют, правильно? Цептор не производит автомобили еще? Нет. Они были бы очень востребованы. Нет. Очень качественно и навсегда. Но Цептор выдает автомобили своим сотрудникам. Вы теперь тоже будете членами нашего клуба, у нас бизнес-клуб. Ну, давайте, я говорить-то могу много, давайте мы что-нибудь поставим уже готовить. Да, давайте. Смотрите, итак, самое первое, это материал, поэтому любой продукт, Цептор, какой бы вы ни взяли, это всегда качественный материал, ну, например, блендер, уж что проще, но тут тоже нержавеющая сталь, здесь 6 японских ножей из нержавеющей стали, здесь стекло специальное борное, которое не склонно к истиранию, оно жаростойкое. И, знаете, вот мне нравится, что Евгений все берет в руку, у нас многие клиенты говорят, вот Цептор возьмешь, вот маешь вещи, понимаете? Маешь вещи? Да, ну, это нелегкая какая-то продукция, вот посмотрите. Ну, я не буду тебе больше. Ну, отдавай, отдавай. Отдавай же! Отдавай! Основательное место. Это стекло, да, такое? Это стекло, специальное стекло. И оно никогда не помутнеет, понимаете? Основательное место. Ну, только основательное место. Конечно. Есть сегодня в городе у нас с облегченным дном, да, но вот это классическое. Классическое. Значит, первое, это материал, если мы говорим про посуду, очень важно, с чем соприкасается наша пища, которая потом должна стать источником энергии, правда? И второе, это температура. Вот мы уже с вами говорили про духовку, да, допустим. То есть высокая температура, это враг, не только витаминов, да, вот витамины большая часть ведь уничтожается при температуре выше 100 градусов, понимаете? И в результате, ну, вам, конечно, это не грозит, выстроенная красивая девушка, но ведь большинство людей переедает только потому, что их мозг не получает сигнала о том, что организм получил необходимое количество энергии. Почему? Потому что при высокой температуре у нас большая часть становится, ну, менее полезным, да, оно не насыщает наш организм, и человек просто вынужден элементарно просто количеством восполнять и получать, ну, некое удовольствие от вещи. А вообще, как для вас пища? Это удовольствие? Да. Правда? Для него польза, для меня удовольствие. Да, для меня тоже удовольствие. Я очень люблю, я вообще... Кусина по коже. Я люблю вкусно, да. Я люблю вкусно, при этом я никогда не умела готовить, я не люблю готовить, и мне... Я не из тех хозяек, которые любят из кухни вот что-то там изощряться и так далее. Мне быстренько что-нибудь, а цептор позволяет сделать быстренько, и, в принципе, надеюсь, будет вкусно. Вот, я очень люблю всякие замороженные продукты. Вот у меня всегда в морозилке здесь находится какая-нибудь заморозка. Вот сегодня сделаем суп из одного ингредиента. Нет, из двух ингредиентов. Это будет горошек и вода. Вода, кстати, да, Евгений обратил внимание, система очистки воды у нас. Это система очистки премиум-класса. Вы видите, здесь вот такое интеллектуальное табло. То есть система, которая показывает степень загрязнения фильтров. То есть вы никогда не выпьете грязную воду, то есть она вас предупредит. Система полностью адаптирована для российского рынка. Показывает статус работы. То есть вот видите, тут луна, значит, это спящий режим. Можно? Я знал вопрос. Можно. Цифры 1. Да, это фильтры. Это те фильтры, которые сейчас там стоят. Да, они все горят зеленым цветом, значит, все с ними нормально. Их 5, получается. Их 5, да. Может быть, слышали что-то про обратный осмос? Слышали? Ну, обратный осмос, это, ну, вообще все самое лучшее, наверное, все-таки придумала природа, да? И методом обратного осмоса работают... Почек, да, это очищается. Евгений все знает. Ну, все-таки слышал, да. Да, так работают наши почки. То есть на самом деле, если мы выпиваем с вами некачественную воду, да, Эту воду будет... Ой, я не в ту чашу положила, извините. Смотрите, чаши у нас тоже умные, да, вот с красной полоской. Это для горячего приготовления, а это я заложила в чашу для холодного. Это разные чаши? Это разные чаши для приготовления холодного и горячего, соответственно. Здесь игрушка. А как они имеются? Я сейчас вам все покажу. Интересно. Чаши для приготовления горячих блюд у нас со встроенной плитой и вот с такой крышечкой, потому что в конце приготовления мы можем добавить с вами специи, например, мы добавим сливки. Со встроенной плитой? Да. Я вот сейчас... Да. Вот смотрите, мы вот так ставим. Чаша определяет, что у нас чаша горячая. Для приготовления горячая вся индикация загорается красным цветом. У нас здесь 8 автоматических программ, то есть можно приготовить тупые пюре, паштеты, соусы, горячее растительное молоко, что мы там, детское питание, каши из бобовых, да? И в том числе функция самоочищения есть, потому что ножи очень острые, чтобы вы ручками там не поранились. Выбираем программу, то есть я выбираю первый, 18 минут. Моя любимая программа истанка. Это у нас такая шумоизоляционная крышечка еще есть. И чаша для холодного приготовления у нас с функцией вакуумирования. То есть, что делается в чаше для холодного приготовления? Мы делаем смузи, разнообразные соки, растительное молоко тоже, да? Допустим, морсы. Для чего здесь нужна функция вакуумирования? Для того, чтобы у вас не было окисления ягод, фруктов и овощей. За счет этого сохраняется большая часть питательной ценности и витамина в частности. Для предотвращения потери, получается, нутриентов. Насыщенность. Нутриенты, да. Ну, вот микроэлементы. Микроэлементы, да. Связанных с окислением. Да. Все понятно. Вот. Понимаете? То есть, на самом деле, чем хороший этот прибор? Вы утром его включили, сделали смузи. Смузи сегодня очень популярно. Продуктов очень много. Можно сделать на овощах, на фруктах, на чем угодно. Морковь. Морковь. Морковь, 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 каждый день трет. Вы трете. Конечно. Это 19 век. Добро пожаловать в 21-й. На самом деле, знаете, давайте в следующую нашу встречу приносите морковку. Я вам покажу. Сделаем бизнес-завтрак. Хорошо. Договорились. Я вам покажу, что... Да супер, отлично. У нас, кстати, в этом восприятии будет детский мастер-класс. Дети очень любят готовить, да, но при этом не заморачиваясь, используя высокие технологии. Поэтому в следующий раз приходите. Сделаем с детьми десерт и сделаем для вас салат морковкой. Прекрасно. Или сок морковный. Прекрасно. А морковку с чем вы трете и что делаете с ней? Ну, просто трет. Ну, обычно к ней добавляется кукуруза. Ага. Ну и... По вкусу, всем маслом. Семечки. А, льняные семечки. Вообще, вы просто молодцы. Хорошо. Значит, пока у нас готовится гороховый суп, давайте перейдем к вашему продукту, к рынке. Хорошо. Так. Она чуть-чуть подмороженная. Она чуть-чуть подмороженная. Это очень хорошо. Я не знаю, как вы, вечером очень часто приходится использовать продукты чуть-чуть подмороженной. Рыбку можно приготовить по-разному. Вот вы как обычно готовите? Как раз-таки в духовке мы ее готовим. Да. Вы даже перестали ее жарить. Ну, потому что... Вот почему вы не жарите? Потому что приготовить в духовке быстрее. Правильно. Стоять жарить, нужно переворачивать, следить. Хорошо. Она не подгорит. В духовке типа не подгорит. Она-то в духовке может и подгореть, извините меня. Ну, мы, как правило, рядом находим. А-а-а! Рядом находится. Я за ней освидел. Мы собираем вот эту вот эту вот... Слюна бежит. Да. Слышь, мужик, что ли? Ну, вы просто мой герой. Когда вы готовите в духовке, рыбку предварительно нужно подготовить, да? То есть вы ее очищаете? Чешуи очищаете, да? Мы, как правило, вот ее подготовим, и она у нас вот таких вот порционных лежит и ждет своего часа. Ага. А когда мы ее достаем, мы уже на кусочки ее... Ну, уже на порционные кусочки... Ага. Решем и укладываем. Смотрите, вы чешую не очищаете? Нет. Вы едите чешую? Нет, да смотри какая рыба. Ну вот эту, например. Красная нет. Не очищаете? И чешую едите? Нет. Ну, у нас шкурку просто отделяем. Я ем чешую. Да. Нет, ну, некоторые не любят шкурку, потому что, ну, у нас собака, коты, у нас есть... Они любят. Ну, вообще, как бы, есть разные мнения по поводу того, кушать шкурку или не кушать, да? Вот можете мне объяснить... Потому что это же морская рыба. Да. То есть есть рыба... Мне нравится. Есть та же самая рыба, которая зашла, допустим, в реку. Это одна из стой. Да. Есть рыба, которая морская. Вот эта именно серебрянка, она именно морская. То есть она в реке не была. Поэтому по Е она, ну, более чистая, чем морская, чем речная. Ну, а белая рыба у всей чешуя такая более грубая. Ее хочешь, не хочешь, надо чистить. Хорошо. Смотрите. В чем еще удивительное... Ну, не знаю, я по каждому раз пользуюсь сектором, каждый раз удивляюсь, да? Поэтому готовьтесь. Смотрите. В нашей посуде можно приготовить разными способами. Ту же рыбку, да? Можно сделать ее... Я, например, очень люблю рыбу, когда она не жареная, да? То есть вот мы можем ее приготовить. Нас этому когда-то научили наши друзья из Сербии. Пошли посмотреть. Да, можете даже и попробовать что-то сделать. Я сейчас... Хотите почистить лук? Хочет. Сейчас я поймешу лук. Сколько лет этой доске вашей? Ой, ну не так давно она, видите, такая, боевая. Ну не так давно сколько? Не знаю, может быть, месяца 4, где-то так. Может, больше даже чуть-чуть. Но у нас здесь очень много хозяек, скажем. Понятно, как за счет этого. Да. Потому что... Несколько сотрудников у нас здесь. Да. Кстати, нож Золингер, да. Это нож Золингер, да. Который был куплен нашим президентом в 12-м году. Класс. Знаете, это мануфактура, которая более 300 лет. Поэтому и ножи у нас разные есть, да? Это ручная работа. Вот тут, например, видите, вот эти волны, да? Это на самом деле 33 слоя стали с одной стороны. Это домашняя сталь. Верно, верно. Все это прям знают. Да. И где не продвинутый у нас? Он... И в Цептере когда-то работал? Нет. Он работал. Может быть, в прошлой жизни. Но он многое знает. А вот это, например, бритвенная сталь здесь. Видите? Если поосвятить вас в детали моего прошлого, связанного с Цептером, я в течение двух лет печатал продукцию печатанной в компании Цептера. Вот как! Поэтому я примерно что-то взлетел, что-то знаю, да. Ну, смотрите, вот это нож для овощей. Я тогда могу вам его поручить и почистить луками. Классно, я люблю такие наши. И давайте тогда, ну, раз уж у меня тут гриллер, мы на мастер-классе готовили в нем, я могу приготовить в гриллере, да? Классно. То есть, на самом деле, мы можем готовить двумя абсолютно разными способами. То есть, посуда Цептер, она, ну, скажем так, условно делится на кастрюлю и сковородку. И в кастрюле, и в сковороде мы можем и сварить, и пожарить на самом деле, понимаете? Все зависит от способа приготовления. То есть, мы можем сейчас заложить рыбу в холодную посуду и, благодаря тому, что у нас и плита тут все коммуницирует, выставить и пойти отдохнуть. А она все приготовит. А может сделать эффект поджаривания, да? То есть, когда она, соответственно, будет с такой румяной корочкой. Давайте с корочкой. С корочкой. Да. Мы сейчас, знаете, что сделаем? Раз Анна хочет с корочкой, то мы сделаем с корочкой. Сейчас, я, наверное, проверю. Вот там корзина мусорная. Вот, 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 у меня вот тут корзина есть. Спасибо огромное. Вот, здорово. Хорошо. Значит, если мы хотим, чтобы... Да, это мисочка. Хорошенькая. Хорошенькая мисочка. Значит, смотрите. Если мы хотим, чтобы у нас было поджарено, всегда нам нужен продукт, скажем так, комнатной температуры. Ну, желательно, да? Но у нас немножко замороженное. Давайте мы поручим Евгению. Я могу вам перчатки дать? Да. Так. Поручим Евгению. И он нам ее порежет как-нибудь, да? Хорошо. И как бы ты был вот этим ножом? В общем, да. Разве это не хлебный? Я все думаю, что... Он хлебный, но тогда полузамороженные продукты, вот такой пилочкой, скажем, удобнее. Держите, ну, работает. Я вот нашла какие-то такие перчатки для вас модные. Видите, какие модные перчатки. Смотрите, то есть, если мы хотим поджарить, то мы предварительно посуду будем нагревать пустую, абсолютно посуду. Вот она у меня пустая, да? И я, соответственно, ее нагрею. Когда мы используем посуду-цептор для правильного приготовления. Вот тут, кстати, тоже у нас... Вот как вы думаете, Анна, давайте вопрос вам. Это у нас у Евгении посуду. Да, я его задаваю. Ему не буду задавать, вам задам вопрос. Какими кусочками? Можно, да. Можно. Просто ее на 4 куска разрезать и все. Можно на 4 куска. Смотрите, как удобно. Все. Да? Ну. Да, может, как вам удобно. Как скажете. Как вы думаете, Анна, вот если мы готовим продукты при высокой температуре, и если мы готовим те же самые, ну, например, овощи, да, при низкой температуре, вы сможете по их виду понять, что что-то приготовлено на щадящей температуре, а что-то на более сильной? По внешнему виду? Да. Ну, думаю, нет. Не сможете? Нет. Ну, только если они не переготовлены, да, не пережарены, не подгореты. Да. А как по внешнему? Даже если это рыба, то есть нужно заглянуть внутрь и понять, она снаружи-то она красива уже выглядит. Ну, друзья, так как Анна и Евгений планируют к нам еще прийти, я оставлю этот вопрос открытым, и тогда она сможет ответить на этот вопрос после нашей следующей встречи. Какие красивые кусочки. Как красиво вы сделали все. Так, ну, смотрите, мы ставим, ну, в принципе, нож хороший и рыбка подмороженная, да, подмороженная. Поэтому, в общем-то, это нормально. Так. Мне, кстати, очень интересно, что вы не чистите рыбу. Я вот почешу ее сюда и очищаю. Это может быть неправильно, я, ну, не очень грамотная в этих вещах, нужно ли чистить или нет. Я, кстати, знаете, так как Анна уже смотрит мои видео, я выставлю, завтра, по-моему, я делала рыбу, вот своим глубинным способом, потому что Анна это не поджаривает. После завтра? Да. Потом выставлю. Так. Я нагреваю посуду, то есть, если мне нужно поджарить, сначала я ее нагрею. И мы лукамики, кстати, тоже, давайте я ее набородим, и мы ее тоже вот так порежем. Большими кусочками, симпатичными. Я попробую сымитировать ваш вкусок рыбкой. Вот так мы делаем, да? И мы продлеваем нашу посуду. В чем здесь принцип, смотрите? У нас посуда сталь не имеет формы, правильно? То есть, когда вы жарите, например, рыбу, ну, не в духовке, не в духовке, на сковороде, как правило, люди добавляют масло, да? И вот большинство людей, стремящихся к здоровому образу жизни, переходят в духовке, потому что там люди используют пережарить перекаленое вот это масло, да? И там, соответственно... Которое, соответственно, кольцерогену выделяется на белом. И именно перемретое масло. Когда человек использует перегретое масло для того, чтобы пожарить, что он делает? Он тем самым пытается сохранить свою сковороду, потому что, если в его сковороде не будет масла, к сожалению, рыба прилипнет, и уже вряд ли возможно будет что-то сделать. Так как мы сказали, что у нас нет форм в нашей посуде, да? Вот теперь вот этот микроформ. Зачем-то этого? Ну, первым, уход очень простой за посудой, да? Соответственно, она поэтому и в таком красивом, и в обеи не сохранится, просто ничего не может туда прилипиться, да? И, соответственно, мы можем пожарить абсолютно без масла. На этой посуде? Вот мы сейчас вообще... Мы сейчас пожарим без масла, да? Ну, по крайней мере, я надеюсь, это у нас получится. То есть первое, что мы сделаем, мы должны прогреть хорошо сковороду. Что происходит в тот момент, когда вы продукт выкладываете масло? Масло горячее, да? Как правило, там больше 100 градусов точно иногда и достигает 200 градусов. Вы кладете, например, вот такой кусочек голубомороженной рыбки. Что произойдет? Ну, влага... Влага мгновенно начинает беспорядиться, все начинает брызгаться, да? Что, кстати, тоже травмоопасно, правильно? И продукт, соответственно, так как вы теряете влагу, он уменьшается в размере, правильно? Мы сейчас будем готовить абсолютно другим способом. То есть мы прогреем сковороду. Для того, чтобы она хорошо прогрелась, проверяем это вот так вот водичкой. Там, видите, вот. Такой вот эффект, в секторе называют это эффект жемчужины, да? То есть вот когда жемчужинки так разбегаются, то есть вот этой температуры вполне достаточно для того, чтобы я могла заложить рыбу. Я закладываю рыбу. И в идеале ее вот так срежать. Ну, во-первых, вы видите, что это не травмоопасно, да? То есть ничего не брызгается у нас. Когда мы это все закончим, вот, и сейчас видно, что это не унижается в размере, да? Сюда же она может заложить, да? Сюда хочется идти и предложить. О, смотрите. Мне кажется, вот здесь мы следим. О, как вам. Чувствуете это? Вы уже не сделаете ничего. А, уже все поднимаете. Смотрите, видите, у нас все прилипло. То есть что на этом этапе происходит? У нас рыбка прилипла, и у нее закрываются поры. Если поры закрылись, то, соответственно, у нас не будет выходить сок. Понимаете? И... То есть это от самого корнячка. Да, 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 да. Да, да, да. Она расставляется в укладе. То, чем дальше мы мясо готовим, птицу, все, что угодно мы готовим вот таким образом. Дарья, да. Вам так вот идут пурчатки. Да, спасибо. Пусть помыть по теме. Не надо, не надо. Не надо. Я суп поставила на полу. Спасибо. А, покажи, Лена. Нужно добавить в него все. Да. Угу. Да. Здесь в любой момент можно нажать на паузу, если нужно приостановить. Да, то есть кнопочкой мы нажимаем на паузу, и нам нужно добавить сливки, соль. Поэтому вот здесь можем открутить сверху колпачок, и все необходимое добавить. Ты можешь добавить, Лена? Добавить. Вот соль и соль? Да, давайте. И сливки тоже добавить? Да. У вас молоко, у вас сливки вот тут. Это соль. Это соль. Это штучка. Супер аккуратно. Дарья, не обождитесь. Так, сколько добавить соля? Ну, не знаю. Вот сколько добавить. Аня любит посоление. Я люблю посоление. Я побольше еще добавлю. Кладите. Здравствуйте. И сливки. Сливки отсюда или ложечку лучше? Ну, можно прямо отсюда правильно намечить. Да, да. А сколько? А сколько не жалко. Ну, я вот так чуть-чуть даю, не знаю сколько. Хватит, наверное, да? Сливками суп не испортишь. Вот так вот. Не знаю. Он будет более нежный. Достаточно. А вообще горох, он как бы один из таких полезных продуктов, да? Это растительный белок. И сейчас, кстати, очень полезно поесть вот гороховые такие супы-пюре. Да. Да, кстати. А вообще гороховый суп любите? Хорошо. И вот можно снять паузу, нажать на вот кнопочку. Вот кнопочку, да. Да. Сажать бюро. Вот все. И программа дальше запускается. То есть продолжает дальше приготовление нашего супа-пюре. У меня половина в посудовойке. Сейчас я вас покину ненадолго. Лен, а ты расскажи, пожалуйста, вот у нас здесь то, что как раз так интересно любому, любой хозяйке, в том числе новоселам, да? Это система очистки воды и система очистки воздуха. Вот как раз они здесь у нас на кухне представлены. Да, что очень удобно. Ну, про систему очистки воды Изольда уже пару слов буквально сказала. Единственное, что могу добавить, да, подсоединяется система, там, два тонких шланчика, которые подходят к водопроводу. И еще один провод, это электросеть. То есть у нее идет подключение к сети для того, чтобы работало вот это вот непосредственно табло. В комплектации идет маленький смеситель, на водопроводная приобрести вот такие вот смесители на три потока. Они из двух дизайнах, в зависимости от ваших предпочтений, и раковина. То есть получается с одного крана, с первого излива идет техническая вода, холодная и горячая, да? То есть она вот открывается вот здесь. А второй, вот система, то есть у нас она здесь подключена, да? Да, если мы откроем, то пойдет у нас со второго излива уже чистая вода. Очень удобно. Это может все равно? Да. Сам смеситель производства тоже наше, да? То есть здесь очень качественный материал, как и в принципе во всей продукции. Цептор, да? То есть, ну и это дает дополнительную возможность не делать отверстия на раковине. Потому что... Что встречается практически на каждой второй квартире. И это все-таки, ну, скажем так, немножко нагромождает кухню, да? И может быть не совсем приятно. Сама система, как правило, убирается под мойку. Ну, а ее люди убирают, да? То есть вот этот вот накопительный ящик. То есть там в мобильном его установлены сами фильтры и накопительный резервуар для подачи воды. А какой объем? А? Какой объем у него? Здесь порядка 6,5 литров. Идет объем накопительный, который всегда у вас будет по-другой. Есть еще одна система. Мы пойдем в другой с вами зал и покажу. Есть еще одна система, она чуть меньше настольная. То есть там она уже устанавливается на столешницу или на полочку где-то, да? То есть по вашему желанию. Есть там тоже двух цветовых решений. То есть, в принципе, такая необходимость. И вторая необходимость, да, которую я тоже рекомендую всем, кто въезжает, скажем так, в новое жилье, это систему очистки воздуха. Ну, мы давайте прервемся, немножко заглянем в нашу сковородку. Хорошо. Подожди. Я хотела сказать, подожди. Да, хочется аккуратно ее перевернуть, чтобы сохранилась корочка. Сохранилась форма. Держите, пожалуйста, водила, что может удобнее будет. Обратите внимание на размер. Лук тоже, а уже не страшно. Я просто отключила, сейчас ее снова включу, для того, чтобы там Лену не перебивать. Да. Лук тоже нужно передо днем, мы все передо днем с вами. Интересно, ничего не пристало, да? На самом деле, даже если у вас что-то подгорело, да, то есть мы, во-первых, не боимся, да, потому что у нас металлические актуары, все это переворачивает. И у нас нет масла, которое не нагрелось. У нас маски вот этой нет, да? Да, и которая никогда не горела. И которая, к сожалению, ничего хорошего нам не дает, только лишние килограммы. То есть, если нам нужно, мы можем добавить масло для вкуса, например, да? Вот иногда, например, когда делают стейки говяжьи, да, рекомендуется там добавить сливочное масло. Но это вы добавите в цель улучшения вкусовых качеств, правда ведь? А не в цель сохранения вашей сковороды. Ну, вот, посмотрите, как это все выглядит. Подвинь, подвинь, хочется подвинуть, чтобы весь лук поместился хорошо. Анна, присоединяйтесь к процессу. Хорошо. Хорошо. Так, супчик у нас готов. Давайте тогда мы нальем суп. Дадим нашим гостям попробовать. Тарелочки тоже цептор? Да. Очень классно. Вы знаете, на самом деле цептор это целостный подход, да, то есть мы хотим, чтобы мы не только получали, ну, здоровую пищу, но мы хотим, чтобы мы получали еще и эстетическое удовольствие от приема пищи, потому что пища, прием пищи это тоже удовольствие, правда же? И поэтому очень важно. И поэтому очень важно, каким образом мы это все сервируем. Ну, можно посмотреть, какой у нас красивый супик получился. У нас, кстати, у нас, кстати, одна из наших участниц клуба, технолог, работает в ресторане. Она говорит, что профессиональная техника так не взбивает крем супы. И на самом деле вот именно вот эти шесть японских ножей, расположенных под разным углом, они создают 3D смешивание, благодаря которому мы получаем гораздо более быстрое смешивание и более мелкое, понимаете? Поэтому, ну, например, такие продукты, которые вообще трудно измельчить, ну, например, сделать, мы делаем такую имбирную смесь, имбирь с лимоном, да, и лимоны используем с кожей, а имбирь, вы знаете, волокна такие вот, да? То есть все измельчается и прижимает. Да, имбирь измельчается. Да. Он даже растворяется в воде, нет никаких волокон. У нас потихоньку, друзья, создается меню будущей нашей встречи. То есть мы уже понимаем, что у нас будет, морковка, имбирь. Чем кормить и чем поить, уже придумали. Так, ну что, я вас... Вот, кстати, обратите внимание, у нас суп мгновенно превращается в пюре. Ну что? А вы? Да, мы. Проходите, пробуйте. Так, где-то у меня тут, если нужно, перчик. Как вы, Евгений? Я очень сильно красива. И это тоже красиво. А, ну вот это коллекция Эден, да, то есть райский сад Эден, а у вас флора. Флора. И вы, кстати, в этом цвете соответствуете всем. А на то, что касается приготовления, мы можем выставить на плите таймер, да? И благодаря этому быть абсолютно свободным. Аккуратно горячее, наверное, да? Так интересно. Надо подуть. Да, надо подуть аккуратно. Про очиститель воздуха Лена рассказала? Нет, не успела рассказать. Пока мы лопаем. Да, да, да. Ну, почему это очень важно? Потому что, когда мы въезжаем в квартиры, да, начинаем делать ремонт, и, к сожалению, вот этот вот запах ремонта, стройматериалов, которые используем, да, для нашего обустройства, скажем так, жилья, мебель, все равно есть какой-то такой, может быть, ощущали неприятный запах? Нет? Ну, мы как-то думали, что это запах новизны. Навизны. Ну, да, новизны. Понятно, что это новое, но все равно вот он какой-то такой очень своеобразный. Я просто почему именно о нем говорю, потому что я столкнулась с такой проблемой, когда я тоже счастливая, довольная, помню, въехала в квартиру, мы сделали ремонт, и буквально, наверное, прошло пару недель, я понимаю, что с моим самочувствием что-то не так. То есть у меня появились какие-то выделения, скажем так, из носа, какая-то, да, там, течь из глаз, да, то есть, ну, вот как пошла аллергическая реакция именно на вот эти вот все строительные вещи, пыль. И я очень долго мучилась, скажу, с этим недугом, потому что это переросло в такую немножко более серьезную проблему, и я очень рада, что потом в моей жизни появился вот этот воздухоочиститель. То есть у него 5 фильтров, он очищает, получается, наш воздух, понятно, первый там от крупных частиц, шерсть домашних животных задерживается, волос, да, то есть такие видимые пылинки, которые мы видим. Вот второй фильтр, он уже более мелкий, то есть удерживает вирусы, бактерии, то, что не видно нашему глазу, но то, что присутствует в воздухе и наносит нам вред. Третий фильтр это хепафильтр. Вообще хепафильтр установлен здесь очень тонкой очистки, вообще такие фильтры устанавливаются в медицинских учреждениях, где нужна стерильность. То есть вот прям очистить, чтобы ни микроб, ни вирус, никто... Это только третий, да? Это только третий, да, то есть вот если говорить про хепафильтр, может быть, если будет интересно почитать, то есть здесь 11 класс фильтров очистки. Да, вообще их, по-моему, 15, если мне не изменяет память, 15 это уже прям суперстерильность. Четвертый фильтр, он пропитан экстрактами листьев гинкобилоба, вот именно благодаря ему облегчается дыхание, да, вот почему вот при аллергической реакции, когда у меня появился этот фильтр, мне стало легче дышать. То есть вот это вот растение гинкобилоба, оно воздействует на сосуды, как сосудорасширяющие считается, да, снимает спазмы, а часто его используют в лекарствах для аллергиков, астматиков, вот именно для такого... Для улучшения умственной деятельности. А, ну для улучшения тоже умственной деятельности, да, для концентрации. Воздух, как носу, получается. Да, да, в самом деле, это вот четвертый фильтр, что еще? А, и пятый угольный, пятый угольный, он улучшает воздух, какие-то вот неприятные, если остались еще запахи, да, и после этого воздух еще попадает, и вырабатываются отрицательные ионы, то есть он осыщается отрицательными ионами, да. Вы знаете что-то про отрицательные ионы? Ну, у нас в машине стоит сейчас такая система, да. А для чего вам она установлена? А, да, био, био-чистка воздуха в машине. Да, чтобы, получается, ну, поляризуется, что происходит? Ну, какой-то такой основной сад. Ну, на самом деле, отрицательные ионы, это воздушные витамины, о них еще когда-то говорил Чижевский, вот вам по-чижевскому была такая, да, это тоже природный, да, это природный эффект в здоровых местах. И эффект грозы немножко там, как бы, озонирование, да, которое, ну, сегодня много тоже по нему исследований. Спорно, да? Спорно, и при этом, ну, опасно. Ионизация, это безопасно, это эффект больше водопада, вот водопады, да, в горах, да, в лесу тоже больше отрицательных ионов. И последнее исследование, вот то, что вы используете в вашей машине, доказывает, что высокая концентрация отрицательных ионов убивает вирусы, бактерии и загрязняющие частицы. Да, благодаря этому вот наш прибор делает воздух еще и здоровым, очень хорошо в детскую поставить, потому что детям легче процесс обучения дается. Снимаются симптомы хронических заболеваний, вот особенно, знаете, престарелые родители когда, да, то есть отрицательные ионы, как и витамины, они укрепляют иммунитет, правильно? Если у нас крепкий иммунитет, то, извините, наш организм способен справиться с любой проблемой, правда ли? Поэтому касается ли это каких-то проблем остеохондрозов или сердечно-сосудистых, то есть это все взаимосвязано. И то, что касается отрицательных ионов, вот по поводу высокой концентрации, вот у нас такие ионизаторы. Мы можем сделать в стакан. Да, может верно. Это личный ваш ионизатор. Да, это персональный ионизатор, который создает вокруг меня безопасное пространство. То есть где бы я ни была, по сути, вот это место маски можно просто... Да. У нас в 19 веке все еще маски. Все еще не было. Все еще чеснок, да. Ну, знаете, в баночке. Во время... Киндер-яйцинга. Дети ходили, правда. К сожалению, это народное средство, неподтвержденное клиническими исследованиями. То, что касается наших ионизаторов, то понятно, это клинические исследования, да. Но смотрите, я вам просто для примера хочу сказать. У крупного водопада, например, у Ниагарского, да, порядка 110 тысяч отрицательных ионов вырабатывается на кубический сантиметр. Вот этот прибор вырабатывает 1 миллион 236 тысяч отрицательных ионов на кубический сантиметр. А вот этот 20 миллионов. Вот и представьте, да. То есть вот это высокая технология. То есть практически вот все невидимые частицы, в том числе и вот ваш запах, как вы сказали, новизны. На самом деле ничего хорошего в этом нет, кроме радости, что у вас новое жилье, да. Потому что это все загрязнители, с которыми борется наш организм. И только представьте, что до 80% нашего иммунитета как раз-таки занимается очисткой воздуха, да. То есть либо вы вот такой кулон себе повесили и 80% вашего иммунитета свободно для борьбы с другими какими-то непонятными вещами, да. То, что больше 100 лет можно прожить. Да. Ну, наш президент подтвердил тот факт, благодаря клиническим исследованиям, но пока на мышках, да, что наши клиенты будут жить до 140 лет. Хочется узнать, что наш президент Владимир Путин. Наш президент, господин Филипп Центр. Он хочет больше 100 лет прожить, поэтому я думаю, что может быть. Но держится он неплохо. Ну, на самом деле, в клинике при Госдепартаменте находятся наши продукты, в том числе и очистители воздуха, и приборы светотерапии, про которые я тоже сейчас расскажу. Евгений, вы наш человек. Ну, расскажите нам про субик. Как вам субик? Вот, я ем и делаю, когда нам дадут слово. Такой вкус зеленого горошка, вот в детстве, он сохранился. Вот то, что с грядки. Почему я вам сказала? Надо прекращать сажать картошку и начинать сажать горох. Да. Ну так, я думаю, мы этим будем. Мы в этом году садите? Мы в прошлом году купили дом. Ух, какие молодцы. Там 30 соток земли. Какие мои герои. У меня же то же самое. Да? В каком районе? В Николаевке, за мостом. Я чуть-чуть ближе. Ну, будем дружить поселками. Дело не в том, что мы купили как раз в разгар лета, и весь урожай он нам достал. На ноги, на готовеньках пришли. Да, да. И я бы пожалела об одном. Горох. Мы же, помните, в детстве, наши дети даже не знают, что такое пойти по грядке и собрать зеленый горошек. Это лакомство было самое-самое. Да. А сейчас они просто не знают и смотрят дико на это все. Ну, у нас большая морозильная часть холодильника, поэтому я думаю, там будет много гороха земляков. я вас научу как это все заморозить не шоковая а заморозка в вакууме заморозка в вакууме позволяет сохранить и природную соль и природные сахара продуктов понимаете почему например если вы клубнику заморозите обычным способом но даже шоковая заморозка попробуйте клубнику она все равно кислая потому что на самом деле вот такие продукты которые содержат влагу при заморозке что происходит влага разрывает вот эту клетку и сахар к сожалению у нас теряется частично поэтому мы замораживаем центр способом я вас этому научу несмотря на любой зеленому горошку с детства я очень не любитель гороховой каши а вот женя с авророй они просто ее прям любят для них деликатес аврора от такой каши сколько гороховой каши в моей жизни было но такой вкусный ящик вам понравилось а можно сделать из сухого гороха и тоже за 18 минут будет готова каша можно из целого мы даже измута если вы вы даже не представляете как происходит вот что происходит когда столовой в которой мы питаемся появляется гороховая каша я просто беру какой-то домой короче они столовой несут домой аврора тройную порцию съедает за раз потому что и для нее гороховая каша причем не везде приготовим даже дома не может так приготовить потому что ну наверное измельчает поэтому надо у вас обязательно попробуйте значит гороховый суп из сухого гороха в следующий раз тоже занесен в меню раз ну что евгений ухаживаете давайте я вот это ухаживайте пожалуйста за спасибо пробуем рыбку кусочек давай давай а вот самый сегален то есть не капли лишнего масла ни то что лишнего Тебе ножичек нужен? Да. Попробуй лук. Правда он другого вкуса? Вот я такой лук ем. А до этого никогда в жизни не ела лук. Понимаете? Соль. Можно соль? Конечно. Можно соль она у вас. Соль? Это со специями. Вот вы попробуйте рыбку без соли сначала. То есть то о чем я говорю, сохранение в большей мере соли. И вам просто рекомендую, так как я тоже много ем соли, я все досаливаю. Но так как здесь сохранилось больше соли, мы с вами соли съедим все равно меньше. Понимаете? Да. Да. Чувствуете? Рыба во первых будет сочная. Она не теряет своей структуры. То ради чего рыбу едят, это коллаген, да? Основной белок рыбы. Чувствуете? Ты без соли ешь? Знаете, что это за вкус? Вот кто вырос на берегах, это вкус рыбы, которая только что поймана. Это только что поймана. Вот как будто только из... Хотя она была уже замороженная. Хотя она была замороженная, она лежит замороженная уже долгое время. Уж сколько замороженная она лежит на нашем балконе, а сколько до этого замороженная... Евгения, а вам не требуется соли? Нет. Нет, я хочу. Вот. Добавьте соль, но в любом случае мы едим соли меньше. То же самое, когда мы, допустим, готовим варенье, мы используем сахар меньше значительно. Поэтому это тоже один из способов. Тем более, я думаю, что у вас будет не только... Мне очень нравится. Нравится рыба? Да. Да. Сочная, во-первых, будет. И с другой стороны, я вам говорила, сок не теряется, поэтому она и не теряется в объеме, да? Вот экономия элементарная, ну, например, на мясе, как нам технологи-то считали, да? Что экономия на мясе от 30 до 50 процентов. Можете представить? Это технологическая ужарка мяса такая происходит. Да, оно же становится сухим, тугим. Конечно. Потом мы должны добавить туда водичку, чтобы это все распарилось, правильно? Да. Ты еще не попробовал лук. Я сейчас с рыбой. Очень вкусно. Ну что, друзья, по поводу приготовленной пищи, вот что я хотела бы тоже сказать. Например, так как у нас посуда производится в Италии, да, и мы сотрудничаем с институтом питания в Италии, то у нас есть прямо исследование по поводу того, каким образом сохраняются витамины в посуде церковь, когда вы готовите. И, например, если вы готовите это традиционным способом. То есть там все в разы. И витамина А, и витамина С. То есть на самом деле, когда люди говорят про витаминоз и про то, что нужно пить витамины, да, мне всегда это достаточно опасно, мне кажется, потому что нужно быть экспертом в этом. Да, потому что какие-то витамины с какими-то совмещаются, какие-то витамины с какими-то не совмещаются, правда ли? Да, да, да. А если мы получаем это в большем объеме из пищи, то, наверное, это все-таки более естественный и правильный способ. И, например, вот такой элемент, как железо при приготовлении при высокой температуре не сохраняется вообще, понимаете? А здесь сохраняется. Да, да. Поэтому тоже можете познакомиться с этими исследованиями. В общем-то, это все тоже открытое, пожалуйста. Поэтому питаться правильно несложно. Ну, приготовление, да, Анна? Кто вас, кстати, готовит дома? Никто? Да нет такого, чтобы прям кто-то... Ну да. Ответственного взаимодействия нет. Кто первый рядом? Ну, отлично. То есть на самом деле, как вообще процесс приготовления? Сложно ли? Ну, очень быстро, просто. Во-первых, вообще не нужно ничего. Ну, я и продукт, и лук, все. Да. Очень хорошо, можно сюда все, что угодно положить. Тоже морковку. Вот у нас морковки сегодня не оказалось, да? Ну, в следующий раз тогда мы сделаем с вами именно овощное, с овощами. Поэтому попробуйте, посмотрите. И вы сами, Анна, мне расскажете, в чем отличие между продуктами и овощами, в частности, приготовленными правильным способом. Например, овощи мы готовим без воды. Потому что они так же запечатываются, да? Они достаточно много влаги и так дадут, да? И благодаря замкнутому циклу приготовления в посуде цепка, в этом круговороте горячего, влажного воздуха овощи и приготовятся. Я подозреваю, что морковь будет тоже какого-то другого вкуса, потому что, судя по луку... По луку вы это ощутили, да? Да. Соль, я любитель соли. Да, я вас понимаю, сама такая же. Я все подсаливаю, но говорю, что, вот, например, я познакомилась в посудоцентре, когда были серьезные проблемы со здоровьем у Лены. И она была вынуждена сидеть на бессолевой диете, да, подросток, представьте, это вообще невозможно было. Поэтому, а вот в цепторе она начала есть. Поэтому, когда мы готовим в цепторе обычные продукты, необычным способом, сохраняется большая питательная ценность и вкус абсолютно другой. Правда, Витя? Другой, другой. Вот. То есть, вот вам, пожалуйста, приготовление. Если мы говорим об искусстве дома, об искусстве приготовления, то это всегда искусство правильного приготовления, сохранение продукта экологичным способом при помощи вакуумирования. Это сервировка, да, для того, чтобы у нас все было красиво. И самое главное, я поняла, что Аврора – это ваша дочь? Да. Сколько лет? Тринадцать. Тринадцать. Ну, у нас еще есть младшая дочь, Полина. А ей сколько? Одиннадцать. Одиннадцать. Ну, садись. Еще есть старший сын. Ох! Толя. Какие вы молодцы. Большой. Двадцати двухлетний мужчина. Вот так. А я думала, Анна еще не родилась, когда я была в цепторе. Уже. Вот так вот, Анна. Ну, на самом деле, знаете, говорят, что до сорока лет мы выглядим так, какими нас создала природа, а после сорока – такими, какими мы себя сами создаем. Анна, прибегаете к каким-то косметическим процедурам? Рассказывайте секретики. Сегодня Женя мне прислал картинку утром. Что там за мем, знаете, вот эти. Да-да-да. Вы так хорошо выглядите. Так, какими средствами ухаживать за собой? Я не ухаживаю за собой. У меня есть муж, он ухаживает за собой. Да, это очень хороший фактор. Но, на самом деле, сегодня много всяких разнообразных косметических средств. Но вот в части, допустим, поддержания красоты и здоровья, вот как вы считаете, что важно? Хорошее настроение. Супер. Хорошее настроение – это самое главное. Это основа, да. Питание является? Да. Питание является. Вода. Очень. Вода. Очень. Да, увлажненность, а именно с главных фактором. А воздух? Воздух, конечно. Правда же? Вот почему, когда мы бываем на свежем воздухе, у нас даже цвет лица меняется, правда? Ну, вот Евгений сказал про биоптрон. Да. Есть такая световая технология, которая тоже поддерживает молодость и здоровье естественным, природным способом. И сон. Сон тоже может быть умный, благодаря умной системе сна от компании «Цептор». Да? Да. То есть из шести видов энергии, которые у нас есть, мы сейчас пойдем на экскурсию и все еще посмотрим. Да, у нас уже время практически вышло. Да, у нас, к сожалению, время, оператор машет руками, что время выходит, друзья. Поэтому всем спасибо, кто нас смотрел в записи. А у нас следующая часть экскурсии продолжится в другом зале. Спасибо. Вкусненько? Очень. Это главное. Спасибо.